Билеты взял с собой и пошел в магазин. Работники магазина были вежливы и благоразумны со мной. Они спокойно вернули мне деньги обратно. Мы расторгнем договор, вернем деньги в банку. Вот эта помазка, называется у них смазка, самая дорогая, качественная. Все это вышло 16 тысяч. Час работы, 4 окна. Бесплатную проверку окон предложили по телефону пожилой матери Николая. Женщина от такой услуги не отказалась. Представители фирмы приехали быстро. После осмотра предложили пенсионерке обработать окна специальным герметиком. Не до конца разобравшись в услуге, женщина согласилась с ней. И даже взяла для этого кредит в банке. За день до того, как это все они сделали, мама позвонила, сказала, хотела отказаться от этого. Они сказали, нет, Тамара Николаевна, вы не можете, уже поздно все. Время как бы вышло, люди завтра приедут, мы там товар подготовили, пока все там на складе, все привезли. Рассказать об этом детям женщине было стыдно. Созналась только после первого кредитного платежа. Когда поняла, что оплачивать ежемесячно по 2,5 тысячи при пенсии в 8 тяжело. Тамара Николаевна до сих пор не понимает, как могла согласиться на это. Когда документы подписываете, всегда нужно читать, проверять на несколько раз. Если вы не понимаете, значит детей, внуков с собой везите, тащите. Только так, иначе это очень плачевно, конечно. Но в офис оконной фирмы все-таки решила сходить, вооружившись поддержкой юриста и законом о защите прав потребителей. Произведя юридический анализ документации, видно, что все услуги, которые прописаны, те в принципе и оказаны. Может быть в силу возраста, может быть в силу каких-то там, не знаю, волнений, которые у нее происходили. Она заблуждалась относительно природы договора. В оконной фирме пошли на встречу Тамаре Николаевне. Если клиенту не нужны наши услуги, то, конечно, зачем мы будем навязывать свои услуги, мы расторгаем при обращении клиента. В принципе, на конфликты мы стараемся не идти. Мы расторгнем договор, вернем деньги в банку. Она снимет банк, все деньги, которые она уже потратила на обеспечение данного договора, она может вернуть в банки. Деньги на счет в банки Тамаре Николаевне вернули в тот же день. Предприниматель оконной фирмы пошел навстречу женщине, и теперь ей не придется оплачивать необтуманный кредит. Жаль, что такой исход бывает очень редко. В подобных ситуациях зачастую приходится разбираться в Эмиде. Ну вот, сейчас эти ворота закрыты, потому что, как я уже говорил, этот участок принадлежит другому собственнику. Но, когда мы были здесь, мне все показывали, все было открыто. Вот говорили, вот этот земельный участок, вот его можно оформить. Это займет не более пяти месяцев, и стоит это всего лишь в районе 500 тысяч рублей. Она была знакомая моих друзей, и я согласился. А эта история коснулась сразу нескольких тюменцев. Юридическая компания «Империя», которую возглавляла. Майя Кация продавала земельные участки в Тюмени и Тюменском районе. Правда, были они только на бумаге, которые женщина поделывала самостоятельно. Данный факт уже доказали в суде. В общей сложности тюменцы отдали псевдо-юристу 20 миллионов рублей. Суд вынес ей наказание три года колонии. Но после выхода нашей программы решение изменилось. На данный период времени несколько людей еще обратились в правоохранительные органы с тем фактом, что были обмануты данным человеком, именно Кация Майя Автандиловна. Я думаю, и по крайней мере на это надеюсь, что следственные органы не будут затягивать, как в моем случае на пять лет рассмотрения материалов уголовного дела, а быстро переведут стадию следствия и уже будут, будем так говорить, добиваться справедливости. Я люблю его, можно сказать. Он самый лучший хип-хоп исполнитель России. Билеты на концерт Тимати Улыкбек выиграл на вечеринке. На любимого исполнителя молодой человек планировал пойти с лучшим другом. Но концерт отменили по вине тюменского организатора. Телефоном звонки это подтвердил пиар-менеджер «Звезды». Вернуть деньги некоторые тюменцы до сих пор не могут. Улыкбеку повезло. Я билеты взял с собой и пошел в магазин. Работники магазина были вежливы и благоразумны со мной. Они спокойно вернули мне деньги обратно. Они мне вернули 4 800, но каждый билет стоит 2 400. У меня два билета было. Программа «Частный случай» выходит на телеканале «Тюменское время». Мы разбираемся в запутанных историях и помогаем людям учиться на чужих ошибках. Если у вас есть дело, которое не может сдвинуться с места, то вы можете обратиться к нам, авторам программы, Екатерине Кальченко мне и моей коллеге Анне Княжевой. И разберемся в этом деле вместе. Здесь нет уличного освещения. Мы вот сейчас пытаемся выяснить... Фонари стоят. Фонари стоят, а ночью темно. Когда передавали нам ключи, свет работал. Когда ключи все получили, свет чудесным образом пропал. Скажем так, процесс уже запущен. Однако, согласно действующему законодательству, процедура достаточно длительная. Она может занять до полутора лет. Время 8 часов вечера. В микрорайоне Темень. Это микрорайон Суходоли в Тюмени. Видео снимает местный житель, счастливый обладатель квартиры в одном из домов на улице Бориса Житкова. Андрей Новожилов семьей переехал сюда два года назад. И вроде все было в порядке. Новые дома, хорошие детские площадки, светлые улицы. Но год назад микрорайон погрузился в темноту. Выйти погулять невозможно. Вечером. Жена с ребенком. У нас, знаете, пока светло. Детская площадка у нас большая. Там прям как муравейник такой детский. Все кишит. Детский крик, детский хохот. Как темно. Все. Нету никого. Мы с женой и с друзьями обратились в управляющую компанию. Управляющая компания дала, получается, номер телефона застройщика. Застройщик дал номер телефона там еще кого-то. И в итоге все замкнулось опять на управляющей компании. То есть замкнутый круг. Там было номеров семь у меня на листочке. Просто написано у меня было. Каламбур. Освещение есть только над подъездами. Фонари, установленные вдоль дорог, не горят. Это доставляет неудобства и автомобилистам, которые не видят пешеходов в темноте. Когда в микрорайоне появится свет, мы спросили у директора управляющей компании, которая обслуживает суходолье. Уличная дорожная сеть, она вне зоны нашего обслуживания. Дороги убирает и обслуживает. Город. Освещение тоже как бы тоже. Жители к нам обращались. Мы, соответственно, тоже обращались в департамент имущественных отношений. Управляющая компания отношений не имеет к этому. Передает, застройщик передает городу. То есть их процедура, я на нее повлиять не могу. Как рассказали в управляющей компании, сети в микрорайоне до сих пор считаются безхозяинами. Почему, мы спросили у застройщика. Представители компании ПСК Дом, которая возвела микрорайон, от общения с нашей съемочной группой отказались. Но прислали письмо, где изложили свою позицию. Хорошо, что сейчас светло, и я могу прочитать вам официальный ответ, который мы получили от застройщика. Итак, здесь сказано, что уличная дорожная сеть была передана из собственности ПСК Дом в муниципалитет города Тюмени. И вот что ответили в администрации города. Оказывается, финансирование по проведению кадастровых работ в этом и в следующем году в бюджет не заложено. Это значит, что когда на улицах появится освещение, до сих пор непонятно. Круг замкнулся. Энергетики не могут включить фонари, пока не будет ясно, кому они принадлежат по праву собственности. Застройщик от этого имущества отказался, а городская администрация на свой баланс его не приняла. Сначала сети нужно поставить на кадастровый учет, как безхозяйные. И только потом администрация сможет в судебном порядке признать их муниципальной собственностью. В связи с тем, что данные энергопринимающие устройства, в данном случае это сети наружного освещения ЖК Суходолья, не приняты в муниципальную собственность и не закреплены на праве оперативного управления за эксплуатирующей организацией, мы договор в настоящее время заключить не можем. Кто же включит свет в Суходолье, а главное когда? Ответы от застройщика и администрации города мы показали юристу. В настоящий момент сети оставлены застройщикам, они бесхозны, но признание их таковыми, это тоже длительная процедура. Скажем так, процесс уже запущен, однако согласно действующему законодательству процедура достаточно длительная, она может занять до полутора лет. Для ускорения процедуры рекомендую заинтересованным лицам в том, в инициативной группе лиц обратиться с заявлением в прокуратуру, которая данные факты, скажем так, проверит и в случае выявления нарушений в самой процедуре, я думаю, что процесс будет очень сильно ускорен. На сроке 24 недели, 23 точнее, мне сделали операцию по удалению кисты. Было признано, что источник опухоли был определён неверный. Насколько тяжёл у неё действительно диагноз, а здесь, поскольку это связано с онкологией, то я думаю, сумма будет достойная. Человек находился длительное время под угрозой практически смерти. Я обратилась с Бахина, они дали мне заключение, что у меня, оказывается, совсем не тот диагноз. У меня диагноз, то есть опухоль тонкого кишечника, гистопухоль. То есть это после того, что я здесь делала лечение. И лечение по другому направлению? Да, лечение совсем по-другому, не от того. Проблемы со здоровьем у Кристины начались в 2015-м. Врачи обнаружили у неё кисту на яичнике. Хотели лечить, но практически сразу диагностировали у девушки беременность. Пришлось принимать радикальные меры. Киста росла, росла. Значит, отправили в Тюмень на скрининг на второй. 18-20 недель было, значит, в Тюмени. Предложили оперативное лечение, потому что киста была очень большая, 12 сантиметров. Не был кровоток, сказали, что нужно убирать, потому что может открыться кровотечение, и тогда это опасно для жизни. Я согласилась. На сроке 24 недели, 23 точнее, мне сделали операцию по удалению кисты. Также Кристина согласилась прервать беременность. Пришлось удалять и все детородные органы. Ведь анализ показал, что у девушки злокачественная опухоль. После гистологии поставили диагноз «рак яичника» и назначили сильнодействующую химиотерапию. Не могла даже встать, сходить в туалет элементарно, умыться. Я вот просто лежала на кровати, мне было до того вообще плохо. Да, многие скажут там, а как ты хотела эта химия? Но когда это вот сейчас, ладно бы это было на пользу, сейчас это только мне навредило. Так считает девушка, после визита в Москву поехать в столицу ее вынудила безрезультатная терапия. В онкоцентре ей скорректировали лечение, а в заключении написали, что злокачественная опухоль изначально образовалась на другом органе. С этими документами Кристина и обратилась в департамент здравоохранения с претензией. Мы разбирали ситуацию в многопрофильном клиническом центре «Медицинский город». Есть у нас, соответственно, все протоколы, заключения. Было признано, что источник опухоли был определен неверный, и в соответствии с этим на рассмотрение было направлено уже главного врача «Медицинского города» для принятия решения устранения допущенных нарушений и так далее. Но, в принципе, как и всегда, мы считаем, что судебное разбирательство – это самый цивилизованный способ в наше время решения конфликтных ситуаций. Собственно, Кристина так и сделала. Обратилась в суд с ответчиков, которыми сейчас являются две больницы Тюмени и одна Элутеровска. Кристина просит полтора миллиона рублей. Так девушка оценила моральную травму, а также затраты на поездку в Москву, прохождение там врачей и анализов. Один из способов защиты своего права – обратиться в прокуратуру. Если прокуратура усмотрела нарушение права, не просто усмотрела, а даже инициировала обращение в суд, это большая победа, потому что они явно установили нарушение права гражданина. Насколько тяжел у нее действительно диагноз, а здесь, поскольку это связано с онкологией, то, я думаю, сумма будет достойная. Человек находился длительное время под угрозой практически смерти, потому что, насколько я видела из документов, у нее менее тяжкий диагноз был поставлен. Я полагаю, что сумма будет все-таки достойной. В результате первого заседания суда Кристину обязали сделать судебно-медицинскую экспертизу за свой счет. Истец сам вправе решать, где он может проводить эту экспертизу, соответственно, подавать заявление на проведение этой экспертизы. Если в дальнейшем будет признать, что истец был прав, соответственно, она может подать в суд на возмещение всего ущерба. Только вот найти деньги девушка пока не может. Работы у нее нет из-за болезни. На руках трехлетний ребенок, а муж сбежал от нее почти сразу, как узнал о болезни. Мы верим, что мир не без добрых людей. Найдутся те люди, которые смогут помочь Кристине сделать судебно-медицинскую экспертизу. По предварительным подсчетам, на это может уйти от 60 до 150 тысяч рублей. Таких денег у девушки нет. Поэтому помочь ей связаться с Кристиной можно по телефону, номер которого указан на экране. Кристиной можно по телефону, номер которого указан на экране. которая мешает им и светит фонарями прямо в окна. Люди говорят, что не могут спать. Это продолжается уже 4 года. Все на нервах. Не кошмарьте бизнес. Но почему бизнес кошмарит простых жильцов, у нас о людях когда-нибудь будут думать. Этому деньги в глазах. А нам-то жить надо. Проблем не возникло у нас. Мы пошли навстречу, вопросов нет, убрали. Четыре года хозяйка этой квартиры не может нормально спать. Прямо под ее окном находится вывеска салона сотовой связи, над которой установили несколько фонарей. Часть из них светила в окна пенсионерки. Спать невозможно. Но если вы с включенным светом ложитесь спать, вы можете уснуть. Но если сильно устали, уснете. Но проснувшись, там все равно человек ворочается, опять увидев свет. Вас это же беспокоит. Вас никто не спрашивал, можно тут вешать эту дверь? Нет, нет, нет. Просто уже по факту ее обнаружили за своим окном, получается. Нет, мы увидели дядек в шубах, монтажниках, которые рядом с окном. И я их просила, что вы делаете. Протоколы общего собрания жильцов, после которого появилась вывеска. Наталья Владимировна не видела. Говорит, что сама ничего не подписывала. Женщина обратилась с жалобой в городскую администрацию, а также в управление Роспотребнадзора. Специалисты последнего даже сделали необходимые замеры и обнаружили превышение предельно допустимого уровня освещения в квартире. Но ситуация не поменялась. Тогда жильцы взялись за топоры. Топором я махала, потому что, во-первых, в наглую залазить, и начинает в окне тут устанавливать. До меня через три окна жил молодой человек. Он тоже как-то разозрелся, перерубил кабель. А вот он просто поменял квартиру. Теперь съезжать собираются и соседи через стенку. Они уже разместили объявление о продаже квартиры. Но Наталья Владимировна никуда съезжать не собирается. Между тем, в самой компании, которая разместила вывеску, нас заверили, никакого конфликта с жителями нет. Мы решили проблему таким образом, что убрали четыре прожектора под окнами, которые светят жильцу в окна и, соответственно, мешают спать, ярко светят и так далее. Теперь в ночное время фонари не горят. И, собственно, претензии от жильца мы больше не получали. Очень настойчиво. Да, она приходила в салон, она обращалась к руководству. Проблем не возникло у нас. Мы пошли навстречу, вопросов нет, убрали. Однако в городском департаменте земельных отношений о проблеме этого дома знают. И на жалобу жители отреагировали. Ведь многоквартирный дом имеет паспорт фасада, в котором прописано, где могут находиться вывески. На Марисе Терезе 12А есть нарушение, заверил нас председатель правового комитета департамента Алексей Шевцов. По его словам, вывеска не должна быть выше уровня перекрытия первого этажа. Здесь же она подходит под самые окна второго. Данная же, по факту размещенная вывеска, по своим габаритам не соответствует той, которая предусмотрена паспортом. В связи с чем нашим департаментам принимаются меры для привлечения лица, осуществившего размещение данной вывески, к административной ответственности. Владельцам вывески грозит административная ответственность. Департамент земельных отношений готовит документы для административной комиссии, а штрафовать нарушителей обещают в течение месяца. Тюменцы постоянно жалуются на незаконно установленные вывески. Каждый год в департамент земельных отношений администрации города поступает до 150 подобных обращений. Не все они заканчиваются в пользу жителей. В этом году всего 49 протоколов составлено на нарушителей. Треть из этих нарушителей вывески демонтировали самостоятельно. Остальные, видимо, ждут повторных жалоб. Обращаться с жалобой можно не только в администрацию Роспотребнадзор. В спор между жильцами и бизнесменами может вмешаться жилищная инспекция и прокуратура. И чаще всего закон на стороне жителей. Ведь размещать вывески, а также рекламные баннеры на доме можно только с согласия собственников квартир. К тому же на этом можно еще и заработать. А деньги от рекламы пустить, скажем, на ремонт подъездов. Акционная цена и идет за счет того, что, да, цена ниже, но и, соответственно, количество вождения будет меньше. На чем можно сэкономить? Только на вождении. Маша, можем мы с вами поговорить? Нет. Почему мы можем? А? В автошколу учебный комбинат пришли бывшие ученики. Но администратор общаться не захотела и спряталась в туалете. В филиале на лесобазе девушки обучались несколько месяцев, но экзамен из 20 человек сдала только одна ученица. По мнению негодующих, их плохо подготовили. Ведь вместо положенных по лицензии 56 практических занятий на вождение было отведено кому-то 36, а кому-то и вовсе 30 часов. Объяснить, почему так, согласилась преподаватель теории. Акционная цена и идет за счет того, что, да, цена ниже, но и, соответственно, количество вождения будет меньше. Если кому-то не хватает, можно брать дополнительно. Кто-то пошел брать дополнительно? Но это еще полбеды. Ученики понадеялись, что все-таки возьмут дополнительные занятия за свой счет и сдадут экзамен. Но на пересдачу им предложили пойти только спустя месяц. Мы, получается, когда с девочками не сдали, буквально через 15 минут позвонили администратору, он нам сказал, что ближайшая пересдача через месяц. А так как у меня есть машина, меня это не устроило. Мы поехали искать другие автошколы, буквально через неделю я пошла и сдала с первого раза идеально. На этом автошколе тоже нашли объяснение. Девочки, если что-то не так, что-то не получилось, бывает. Но, я говорю, вы придите, вы принесите, чтобы мы знали, что вам надо. Чтобы вы были, лежали в первых рядах, кому надо сдать. Кто принес? Мы лежали больше месяца наши документы. Ну, я говорю, что вот, вот. Мы должны признать, чтобы мы не попали. На этот месяц не дали экзаменов. Это не наша вина. Я училась в другой автошколе. То, что. Я училась в другой автошколе. У меня не было здесь документов. Мне предложили экзамен, чтобы я сюда вернулась. А ей мне предложили это место. Это как называется. В итоге большинство учащихся перешли в другие автошколы. Им пришлось заплатить еще в среднем по 5-10 тысяч рублей. Отзывы об учебном заведении бывшие курсанты пишут в официальных группах в соцсетях. Но руководство такие комментарии быстро удаляет. Несерьезно подходит к пересдаче. Ждал два месяца. Обучалась в вашей автошколе с мая. До сих пор без прав. Отдала уже 50 тысяч рублей. Если взять, вот у нас есть сведения по первично, кто у нас сдает с первого раза экзамены. Пациент, я скажу, оставляет желать лучшего, так скажем, в плане обучения. И потом данные граждане доплачивают в эту же автошколу, либо в иную другую, где хотят обучаться. Ну и потом уже на базе любой из автошкол сдают экзамены. Жалобы на учебный комбинат уже давно поступают в разные инстанции. Автошкола часто подвергается проверкам прокуратуры. С начала года 20 мент обратились в Роспотребнадзор. Нарушения видят и в ГИБДД. Только вот санкции в отношении заведения до сих пор никаких не принято. Во время съемки программы мы задались вопросом, кто должен проверять качество работы автошкол. Областной департамент образования пояснил письменно, что лицензию выдают им бессрочную. Главное условие – наличие автодрома, специалистов и производственных машин. Грубым нарушением считается сокращение количества практических занятий. Нарушения закона видят и юристы. Там считают, что в автошколе вводят в заблуждение клиентов. Если она не выполняет эти требования, то департамент должен применить меры в соответствии с административным законодательством. Это бизнес, на их взгляд, и бизнес очень некачественный, на наш взгляд, что не позволяет, соответственно, ученикам сдать экзамен в ГИБДД. Что делать? Да, собственно, все просто, на самом деле. Коллективное обращение в прокуратуру. Ведь экономить всегда будут на самом главном. На чем можно сэкономить? Только на вождении? Ты на другом не сэкономишь. Налоги заплатить надо, преподавателям заплатить надо, инструкторам заплатить надо, машинку заправить надо, отремонтировать ее надо. Соответственно, из этого складывается сумма. По подсчетам самих автошкол, средняя стоимость за обучение должна составлять 25-27 тысяч рублей. Если цена ниже, считают специалисты, то вам могут оказать некачественные услуги. Чтобы такого не произошло, читайте закон о защите прав потребителей. И обязательно документы, которые подписываете.